Я уже говорил недавно, принимая министра здравоохранения по этому вопросу. Мы, конечно же, никуда не денемся от повышения заработной платы учителям. Прежде всего, учителям с дошкалятами там что-то предпринимали. Я думаю, что это вряд ли достаточно будет. Но для этого нужны деньги в бюджете. Конечно же, по учителям будем разбираться и двигать у них заработную плату. В ближайшее время услышите, я думаю, в сентябре. Бюджет страны позволяет поднять заработную плату медикам и учителям еще на 15-18%. При этом расходы не будут дестабилизированы в связи с принятыми мерами по оптимизации. В целом, средняя заработная плата бюджетников будет составлять приблизительно 80% от общей средней зарплаты по республике. Причем предусмотрен новый подход не повышать тарифные ставки всем педагогам, а дифференцированно увеличить надбавки за квалификационные категории. Таким образом, они составят за вторую категорию 30% отставки, за первую 55%, за высшую 90%, а за категорию учитель-методист – 120%. Тарифный оклад у руководителей учреждений, педработников, не имеющих квалификационной категории, руководителей физического воспитания, приемных родителей, родителей-воспитателей повысится на 10%, у помощников-воспитателей – на 20%, у работников кухни – на 10%. Таким образом, зарплата учителей вырастет на сумму от 153 до 967 тысяч рублей. Согласно постановлению Совета министров номер 819, повысятся тарифные ставки и для отдельной категории работников здравоохранения. Наибольший прирост в расчетных листках почувствуют участковые врачи-терапевты и врачи-педиатры, врачи общей практики, а также врачи-специалисты, оказывающие скорую медицинскую помощь. Их оклад увеличится на 60%, на 50% он вырастет у участковых медсестер, помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи, медсестер общей практики, фельдшер, медработников фельдшерско-акушетских пунктов и медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, оказывающих скорую медицинскую помощь. На 40% повысятся тарифные ставки у санитарок скорой. Кроме того, оклады увеличиваются у врачей-специалистов. У медицинских работников со средним специальным медицинским образованием, у младших медицинских сестер по уходу за больными, нянь-сестер-хозяек-санитарок. Повышение касается бюджетных и иных организаций, получающих субсидии, чьи работники приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.